Фикрет вбивает клин между двумя влюбленными. Фикрет, он идет к Иклалу и говорит, я твой союзник. Я брат Фатиха и принимаю твою сторону. Конечно, Иклал в это не верит. Фикрет говорит, знаешь, и уходит. Пока Егит и Нур разговаривают у себя дома, Егит постоянно поднимает эту тему Мерту. Наконец он проливает свет. Он рассказывает Фикрету, что Нур сказал о Мерте. Нур очень злится. Он приходит домой, когда Фикрет видит его и Егита. Он начинает говорить, ой, кажется, я сделал что-то не так. Точно так же, как он заставляет Нура простить себя, он также сеет семена сомнения в сознании Нура, задаваясь вопросом, знает ли Егит вас или нет, почему он так думает. Айтул, он пытается вернуть Ерена домой из отеля. Он возвращается домой. Дождь, он остается в доме Емина. Егит приходит и разговаривает со своим братом. Он работает над тем, чтобы вернуть его домой. Драка в спальне начинается дома. Егит говорит, что вы останетесь вместе. Даже если Ерен не хочет, она не издает ни звука. Нур и Емин, он говорит о Емуре и Ерене. После этого перед их домом состоялось собрание, он встречает Нура. И Клал кричит, что она будет нести ответственность за момент воссоединения, произошедший на ее глазах. Фекрет, он говорит, что поговорит со своим братом и заставляет Егита отвезти его в компанию. Затем он говорит, что взволнован и показывается компанией. Фекрет очень впечатлен увиденным и Егитом. Фекрет разговаривает с Фатихом, но его брат уходит, не слушая. Фекрет показывает Егиту его трюки с плачем. И Нур, и Эклал пытаются понять, почему Фекрет находится с Егитом. Алмаз, он удивляется, когда за ужином встречает Фекрета. Потому что человек, которого он увидел во время разговора с Эклалом тем же утром, находится прямо перед ним. Фекрет задается вопросом, не перепутал ли я двери. Хотя Нур верил в него, Элмаз говорит, в этой девушке что-то есть. Несмотря на то, что оба ее брата разговаривали друг с другом, Ерен все еще не принимает Егмур. Алмаз, когда он рассказывает Эмину о жестокости Ерена, мальчик реагирует. Когда Нур во время вечернего разговора между девушками рассказывает о Фатихе и его семье, Фекрет расстраивается и уводит ее из комнаты. Его разговор с Ереном Эмином его прерывает Егмур, который видит, что Егмур играет Эмина в рекламе. Друг, когда он узнает, что Эмин – девушка Егмура, он расстраивается. Завтра день рождения Мерта. Даже если Игит забыл, Эклал напоминает ему. Эклал, он разговаривает с Фекретом. «Если хочешь, чтобы я тебе поверил, сделай что-нибудь, но делай это быстро», – говорит он. Когда Нур видит, что Фатих выходит из отеля, она паникует, думая, что он ушел, но Фатих начал жить на лодке. «Свет», – он говорит с Алмазом о дне рождения Мерта. «Я тоже хотел пойти», – плачет он. «Свет, пока мы с Фекретом собираемся сказать, твой брат тебя не хочет, тебе пора идти», – девушка понимает ход разговора и говорит, «я буду бороться за брата». «Я завоюю его сердце, я завоюю его сердце, я готов остаться здесь». Нур не знает, что сказать, и забывает телефон, выходя из комнаты. Фекрет меняет контакт в телефоне девушки на «Моя любовь» и отправляет Нуру сообщение со своего телефона. После этого Нур выключает телефон после звонка ей. Сообщение, которое получает Нур, вероятно, что-то вроде «я хочу», чтобы ты пришел на мой день рождения или что-то в этом роде. Нур берет свой подарок и приходит на свой день рождения под всеобщие изумленные взгляды. Фекрет обре уна бреча entre Нур и Yigit. Yigit se encuentra con Фекрет en la puerta. Se sorprende al saber que ella es una dama, no un caballero. Mientras la chica sigue diciéndole «te conoceré de alguna parte», ella piensa que le envió el sastre y le entrega toda la ropa. Con la llegada de Нур, el incidente queda claro. Lo invita a casa, charlan. Yaren llega a casa, charla con su tía, pero ella no reacciona porque no sabe quién es Jack Moore. A Etul no lo dice a sabiendas y voluntariamente. Planea decirlo mientras todos estén presentes para que todos puedan ver su reacción. Lluvia. Está muy impresionado por el estilo de Yaren. Aunque no se parecen en nada a él, cree que se llevarán bien porque son hermanos. Le informa Emin, a quien conoció, que Yaren ha regresado. «Estoy seguro de que habrá un terremoto dentro». Está muy feliz de que Nazan y Kahit renunciaran al divorcio. Él acepta sus palabras. «Le quitaremos el niño a Elmas y tú serás su madre, y pretenderemos estar divorciados hasta que nazca el niño». Kahit también le miente a Elmas y le dice «Estoy divorciado». «Valiente». Invita a Fikret a Estambul. Nur le dice a la gente de casa que Fikret vendrá. El padre y la abuela no están contentos con la situación. Fatih llega a Nur pero no tiene idea de qué vendrá Fikret. Mientras Nur y Yigit se abrazan y se van, Fikret deliberadamente deja caer su maleta por celos. Cuando entran, Fatih se aleja sin decir nada. A pesar de toda su terquedad, Nur cree que podrá reconciliar a Fatih y Fikret. Elmas siente que algo anda mal con el divorcio. Aunque dice que le resulta extraño tener a Nazan y a su hija adoptiva en casa, Kahit lo convence. Se sientan a comer. Jack Moore todavía cree que se llevará bien con su nueva hermana. Emin, por otro lado, todavía no le ha contado los hechos sobre Yaren. Yaren todavía no sabe quién es esta chica sentada a la mesa. Aydul presenta a Jack Moore con todas las malas palabras. Dice cosas como «Ella es la hija del hombre que mató a tu madre». Yaren también queda impactada y habla con toda su pasión y sale de la casa. Se escapan de allí con Emin, que está parado frente a la puerta. Jack Moore va a Nur para hablar con Emin. Pero Emin está ocupado registrando a Yaren en el hotel. Le pide a Emin que no le diga a nadie su ubicación. «Amigo, también habla mucho de Aydul. ¿Por qué no me lo dijiste?», dice Fikret. Con el enfoque reaccionario de la gente en casa insiste en que irá. La noche hace hablar mucho a Fikret Nur. «Seguro». Llega a la casa de Yigit y les dice a los hermanos de Yaren. «Su hermano está bien. Está en el hotel, pero no puedo decirles dónde está». Por la mañana Fikret observa el camino de Yigit y cuando lo ve, se dirige a la puerta. Cuando Yigit entra a la casa y dice que cuidará de mi hermano, cuenta una historia. «Me muero de hambre. No hay desayuno para mí. Los caballeros Taiyar tienen una actitud conmigo. Soy un invitado no deseado. No quiero estropearles el gusto. Toma el brazo de Yigit porque se siente mareado». Él también va a desayunar. Cuando Aikla los ve, se pregunta quién es la niña. Nur intenta ir a la empresa y hablar con Fatih, pero el hombre le dice con mucha firmeza, «No te metas en esto». Finalmente dice la verdad sobre Fikret. Fikret y Yigit desayunan juntos. Hablan de Fatih. Yigit tiene una sorpresa para Nur. Luz se entera de que Yigit y Fikret están juntos. Nur no insiste en ello, pero él más está preocupado por la situación. Valiente. Compró una casa para estar con Nur y Fikret. Es el primero en verlo. Cuando no pudo dejarse engañar, esta vez Nur dice cosas sobre Mer como si Nur las hubiera dicho. Yaren hace comentarios que menosprecian a Emin, pero en ese momento se sorprende al verlo en los comerciales. Mientras Elmas habla con Nur sobre Yaren y Emin, llega Yigit. Pone a Nur en el auto y la lleva a la sorpresa. Le pregunta a Nur sobre Mer en el auto. Aunque no quiere creerlo, las palabras de Fikret parecen estar atrapadas en su cabeza. A Nur le gusta mucho la casa. Mientras Aikla se pregunta quién es la chica que está al lado de Yigit en la casa de la familia Kozan, suena el timbre y Fikret aparece en la puerta. Soy Fikret. Estarás encantado de conocerme, dice. Yaren regresa a casa. Fikret sube al escenario. Yigit está devastado por la gran reacción de su hijo Mer. Nur también estaba muy molesto.